Роберт Кочериан. То, что происходит в Сюнике, просто позор. То, что происходит в Сюнике, просто позор. Есть участки, на которых азербайджанец может сменить номер автомобиля и напрямую доехать до Еревана, и никто его не оставит и не спросит, кто он, что он тут делает и с какой целью. Об этом в интервью ряду армянских СМИ заявил второй президент Армении Роберт Кочериан. Это ненормально, это обязательство государства, прописанное в Конституции. Нет государства, которое не защищает свои границы. Когда защита границ фактически возлагается на глав сел, это ненормальное явление. Ощущение, что государство никак с этим не связано. Неужели защита наших границ по закону возложена на глав сел? Когда в Шурнухе было заявлено, что согласно устной договоренности Пашиняна с Бакум, должны сдать какие-то дома, не азербайджанец должен был говорить местному жителю о том, что он должен покинуть свой дом за 24 часа, а армянский чиновник должен был приехать, упасть на колени, попросить прощения, наше государство должно обеспечить их выезд, повторяю, на коленях, прося прощения. Вы государство, или бродячий цирк? Кто вы? Сюник раскрыл ту позорную ситуацию, в которой сейчас находится Армения. На вопрос о том, нет ли намерения заставить армян покинуть Сюник с учетом того, что самый большой комбинат области находится на грани закрытия и есть тенденция к намеренному экономическому ослаблению области, Кочарян отметил. Потом скажут, бледный, несчастный Сюник кому был нужен. От этих властей всего можно ждать. Когда цели, шаги непредсказуемы, я не могу выстроить логическую цепочку с точки зрения национальных интересов, «Все возможно». Но не хочу углубляться в конспирологию, когда мнительность начинает как червь разъедать человека. Впечатление, что это еще один способ довести наш народ на истощение. Не объяснять, тех, кто ищет логическую цепочку, доводить до такого состояния, чтобы люди не понимали, что происходит, пропитать мозг мнительностью. Это даже более опасно, чем скрывать что-то во время войны. В долгосрочной перспективе это становится инструментом истощения нации. Роберт Кочериан, то, что происходит в Сюнике, просто позор.